Добро пожаловать на параллельный урок. Формат предусматривает то, что в классе сидят сразу несколько учеников, и каждый подключается с 10-минутной разницей. При этом для ученика урок длится ровно 50 минут. Ученики абсолютно не контактируют друг с другом. Каждый работает самостоятельно по своему намеченному конкретному плану, по своим карточкам. Экран преподавателя, как мы видим, разделен на две части. Слева у него доска, на которой он может делать пометки, и справа у него карточки, которые он назначил ученикам. Есть тут кнопка такая, как план урока. Здесь мы видим все вообще планы, которые назначены всем ученикам. Далее. Если я зайду на конкретного ученика, я вижу, что делает именно он. Он пишет на своей доске, которую видит только он, и которую могу видеть только я. Если я зайду в план урока конкретного ученика, я могу увидеть те карточки, которые он уже сделал, или которые планирует сделать. Итак, как мы видим, Камиля подняла руку, то есть ученик может обратить на себя внимание. У него есть специальная кнопка для этого. И вот сейчас я вижу, что Камиля не может решить какое-то задание, и я подхожу к ней, чтобы ей помочь. Так, Камиля, я тебя слушаю. Не могу извлечь корень. Так, смотри. Ну, из 80 корень же не извлекается, поэтому мы должны разложить число 80 так, чтобы это были два множителя, один из которых квадрат. У меня с 80 получилось, у меня 48 не получается. А, 48 не получилось. Я просто вижу, что ты 80 не соединила, поэтому подумала, что 80 тоже не получилось. Хорошо, давай попробуем 48. Как можно разложить 48, чтобы одно из чисел было квадратом? 4 и 12. 4 и 12, да, супер. Только потом попробуй еще 12 тоже разложить. Его еще раз можно. А там 4, да, я поняла. Все, хорошо, спасибо. Вика и Ульяна, я к вам подойду буквально через пару минут. Так, Камиля, давай с тобой подумаем, как еще 12 можно разложить. Тут будет 2 корня из 4 на 3. Все, думаю, дальше ты сама справишься. Да, я поняла. Да, Ульяна, я тебя слушаю. Я решила, но у меня перемешались ответы, я не могу понять, с чем мне соединить. Да, я поняла. Смотри, такое иногда случается, просто перезагрузи страничку, и у тебя должно все стать нормально. Сейчас я попробую. Алло, все видно? Да, теперь все видно. Все, спасибо большое. Да, Вика, я здесь. У меня, вот я первые два уравнения решила. А в третьем получается опять отрицательный дискриминант, и как будто корней нет. Такого варианта я не могу больше искать. Так, смотри, давай подумаем. Ага, а чему у тебя равен свободный член, который С? Минус 15. Минус 15. А посмотри, на что ты здесь умножаешь. О, просто на 15. Да, да, ты потеряла минус. Сейчас ты его восстановишь, и у тебя получится нормальный дискриминант, получится решить. Значит, тут вот плюс потом, плюс тут два. Да, вот здесь будет плюс. Спасибо. Давай. Алло, привет, Камила. Так, я тебя почему-то не слышу. А нажми, пожалуйста, у себя на микрофончик. Здравствуйте. Да, да, все, теперь слышу. Отлично. Так, давай знакомиться. Меня зовут Анна. Я буду твоим преподавателем по математике. Расскажи мне о себе чуть-чуть. Из какого ты города, в каком ты классе учишься? Я в Новороссийске, девятый класс. Поняла. То есть ты у нас сдаешь ОГЭ, да? Угу. Хорошо. Насколько хочешь сдать? Ну, четыре. Ну, хотелось бы и пятерку бы тоже. Пятерку? Да, круто. Я бы тоже хотела пятерку. Смотри. Давай тогда с тобой сделаем так. Я тебе сейчас, так как у нас первый урок, загружу вариант ОГЭ. И мы с тобой по нему проверим, какие у тебя вообще знания, какие издания у тебя получаются, а какие нет. Хорошо? Да. Так, тебе какой загрузить? Полегче или посложнее? Легче. Легче. Хорошо. Давай загружу тебя полегче. Так, вот у меня тут есть пятый вариант. Он почему-то, все говорят, что он самый легкий. Так. Значит, смотри. Я тебе загружаю пятый вариант. У тебя сейчас должна открыться карточка реальная математика. Есть такая? Да. Все, супер. Тогда можешь начинать решать. Давай.